Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». Сегодня мы поговорим с вами на тему «А как же помочь бесноватому?» Такой вопрос у нас наличествует. Состояние бесноватости описано в Священном Писании, и мы достаточно часто встречаем его на страницах Евангелия, на страницах Деяний. Это явно состояние, при котором человек действует не посредством своей собственной воли, а по воле тех сил, которые им обладают. Однако уже еще в дореволюционный период было абсолютно ясно, что есть кликушество, а есть бесноватость. И это абсолютно разные вещи. Одержимость нечистым духом отличается от психических расстройств, которые характерны для некоторых людей в возрасте, например, которые проявляются из-за болезни под названием деменция. Человеку может даже становиться плохо в храме, но это не будет признаком того, что человек бесноват. Вполне возможно, что это связано с психическим или психологическим состоянием человека в данный конкретный момент. Что же в этом случае делать? Дореволюционная практика говорила следующее. Над людьми, которые кликушествуют, то есть кричат, ведут себя неадекватно в церкви, молитв не читать, маслом не мазать, Евангелия над ними не читать. То есть никаких священодействий над ними не совершать. Люди, которые одержимы бесом, находятся в лучшем духовном положении, нежели те, которые одержимы той или иной страстью. Это общее мнение святоотеческого наследия православной церкви. Здесь стоит отметить следующее, что святоотеческое предание, святоотеческое наследие говорит нам о том, что чаще всего святые отцы не изгоняли бесов. Они молились за того или иного человека, предоставляя его судьбу на волю Божию. Здесь хочется вспомнить историю, которую рассказывал митрополит Антоний Блум, митрополит Антоний Сурожский, больше известный нашим зрителям. Он рассказывал следующее. Будучи еще врачом, не священником, и являясь прихожанином одного из храмов Англии, у них был иконописец на приходе. Он хорошо достаточно писал иконы, не хватало некой глубины, может быть, но все было достаточно хорошо. И вот в один прекрасный день этот человек начал чувствовать запах серы. Он рассказывал об этом матери, сестре. Они соглашались с ним. Но с течением времени его состояние ухудшалось, и в конечном итоге он пришел в совершенно неадекватное состояние. Над ним читали молитвы, соборовали, причащали. Все делали, всю составляющую такого духовного кормления над ним совершали, но его состояние не улучшалось. Тогда будущий митрополит Антоний обратился к родственникам этого иконописца со следующим предложением. Давайте отведем его к неврологу. Тогда как раз-таки формировались определенные методы, которыми лечили вот такие психические состояния. На него обозлился настоятель. Это все вызвало дискуссии, споры. В конечном итоге митрополит Антоний сказал следующее. Смотрите, электрические токи, которые тогда применялись для подобных случаев, не повредят бесу никак. Не сделают ему хуже, не сделают ему лучше. Но если это действительно психическое неравновешенное состояние, то тогда мы нашего брата приобретем обратно. И лучше, конечно, не терять времени. Тогда было получено согласие, и этот человек был отправлен к доктору. В конечном итоге он выздоровел вследствие вот этих медицинских манипуляций. И митрополит Антоний, рассуждая на эту тему, говорит следующее. Некоторые люди в меру своего возраста или в меру своих обязанностей, которые они имеют в обществе, они еще не дозрели. И вот в таком недозрелом состоянии они уже несут те тяготы, то бремя, которое им просто не по силам. И тогда Господь покрывает человека неким вакуумом. Человеческое сознание затуманивается теми или иными заболеваниями или состояниями. И в этом вакууме человек произрастает дальше, дозревает. И когда этот вакуум снимается, то человек уже зрелый. И с этим иконописцем произошло что-то подобное. После этого состояния, о котором было сказано выше, иконы стали гораздо глубже, интереснее. Он стал лучше чувствовать их, чувствовать, как необходимо передать образы, с которыми он работал. Поэтому не все психо-неадекватные состояния необходимо ассоциировать с бесноватостью. Но нужно сказать, что, конечно, состояние одержимости церковью признается как наличествующее. И опять же, согласно канонам православной церкви, если бесноватый не хулит имя Божие, то он может причащаться святых христовых тайн. И когда Господь посчитает необходимым освободить его от насилующего его злого духа, тогда это и произойдет. А ускорять или как-то это событие форсировать, по крайней мере, отцы Восточной церкви не рекомендовали. Система отчиток и система изгнания бесов приходит к нам все-таки из западного средневекового опыта. Тогда в Западной церкви, уже, естественно, находящейся в расколе с Восточной православной церковью, сегодня мы называем их частью именно католики, они даже в своих университетах преподавали данные дисциплины. И как раз-таки влияние именно западного богословия на Восточное в свое время через, например, небезызвестного святителя Петра могилу перешло и в наш православный обиход. Но я уверен, что наши с вами зрители знают, что в данный момент людей, которые занимаются, священников, которые занимаются экзорцизмом, то есть изгнанием бесов, отчитками, не так много. И зачастую церковь достаточно скептически относится к данному роду деятельности. Это связано как раз-таки именно с взглядом святоотеческой литературы на данный процесс. Спасибо вам за интересный вопрос. До новых встреч! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.